Всем привет! Это Таня Матаня. Продолжаю свою уборку и сегодня я вам покажу свои лайкхаки для посуд, потому что я сейчас все переделала и меня наконец-то устраивает, как все у меня в этих шкафах расположилось. И сначала я покажу вам мои преобразования в сушильном шкафу. Первое, что я начала делать, это сушку для бокалов. Я это делала где-то год назад и показывала во влогах. До сих пор я довольна, как я сделала. А я всего лишь добавила вот эти вот крючочки и повесила туда бокалы. И у меня вот эта вот зона сразу разгрузилась. У меня как-то негде хранить бокалы, то есть у меня сушка, это и место хранения бокалов и сушка. То есть я отсюда бокалы не убираю. Вот так вот у меня стало. Видите, и здесь освободилось конечно место. И они у меня стояли вот в три ряда, что-то поставишь сушиться и уже места было мало. Вот простые какие-то крючочки и они мне освободили пространство. Я уже говорила, что в сушилку я переложила крышечек. Они тут аккуратненько место занимают немного и нормально. Не забирая при этом место у посуды, потому что здесь вот какое-то вот это вот расстояние оно занимает. Вот сейчас единственное, что мое преобразование, я не знаю, вот решетка у меня со временем все-таки начинает портиться. Как заменить решетку, не представляю. То есть у производителя кухонь, потому что она уже, ну за ней сложно ухаживать и она начинает у меня уже немножко в некоторых местах ржаветь. Так что вот такие вот преобразования у меня. Видите, здесь можно и вот эти вот повесить для того, чтобы тоже использовать какое-то пространство. Довольно. Уже год я где-то тестирую и ничего в данном случае не хочу менять. Мне нравится, что у меня я так использовал пространство. И теперь я покажу, как же я переделала хранение вот своей посуды вот в этом шкафу, как я обещала в прошлом видео. В прошлом видео по переделке аптечки я показывала, что я храню посуду на... В прошлом видео я показывала немного свою посуду, что у меня посуда в принципе занимала три полки. Первую полку я попыталась переделать под аптечку и сейчас буду преобразовывать свои две верхние полки с посудой. Я реально сейчас освободила целую полку, представляете, посуды? Целую полку. Вот эти вот у меня стояли под полочкой вот здесь и я их развешивала. Я давно хотела, как раз вот специально брала вот эти крючочки на сайте Нью Чик. Я их покупала, я уже говорила. И вот они у меня вместе с этими крючочками, вот что так, что так, занимает место одинаково. Но так как-то более удобно их доставать, потому что мне не совсем было удобно под полкой их было доставать. Они там как-то были скомканы. Так они достаточно красиво висят, мне больше нравятся. Под ними, видите, тарелочки, молочник, то есть вот этот вот весь мой набор, он здесь встал. А здесь встали все рюмки. Вот эта полочка из Икея, но я ее подпиливала под высоту, потому что она была где-то вот так на высоте. У меня совсем мало места оставалось. И я ее подпиливала, просила мужа. И теперь вот благодаря этому она мне здесь, видите, навела порядок. И на самом деле мне нужно уменьшить количество рюмок. Нам вот этот вот набор дарили, и я им вообще не пользуюсь. Вот те задние рюмки, вот эти вот, я вообще ими не пользуюсь. Вот этот фужер, который один остался, уже разбился весь, я им тоже вообще не пользуюсь. И вот эти вот рюмки я никогда не использую, вы представляете? То есть реально, если мне расхламиться, но они идут хрусталь вот с этими рюмочками, а вот эти рюмочки мне очень нравятся. Так что у меня целая полочка, но вы не думайте, что она у меня будет пустовать. У меня перезагружена лоджия, и я сейчас вот буду в скором времени лоджию расхламлять. И здесь уже у меня, видите, есть место, потому что там у меня действительно перезагружена. Ну что, у меня еще фасады нужно помыть. Так, сейчас я еще другую полку покажу. Ну, теперь вот в мой угловой этот шкафчик заглянем. Здесь у меня раньше стояла аптечка, и вы видели, что я ее преобразовывала. Так вот, вот этот салатник я часто использую, и здесь вот мне его удобно доставать. Те я редко использую, и мне их и не особо хочется доставать. Вазы тоже на заднем плане, которые не так мне нужны. То есть я довольна. Здесь расположились вещи, которые мне поближе и удобно. Я им часто пользуюсь. Там кувшинчик, например, беру вот этот салатник. Все, что дальнее, я, в принципе, редко использую. А раньше у меня вот эти полочки вот так стояли, и в дальней вот эти ящики было неудобно пользоваться мне. Поэтому я очень довольна. Но в этом шкафчике я еще буду дорабатывать. Я в Нью-Чит присматриваю тоже полочки, чтобы уже не отпиливать, потому что там есть выбор разных по размеру. И вот я думаю, что в ближайшее время я там закажу, потому что обычно я встречала полочки одного и того же размера. А здесь и по высоте, и по ширине они разные. Есть S размер, L размер, M размер. То есть и в высоту, и в ширину. Поэтому я надеюсь, что я для себя что-то выберу. Ну и все-таки я покажу. Я убрала отсюда аптечку. Она мне здесь не нравилась. И перенесла сюда крупы. Докуплю вот эти два контейнера. Я их на зоне присмотрела, поэтому скоро они придут. Но я уже навряд ли буду показывать. То есть я здесь все доставлю. Все-таки крупа здесь смотрится намного лучше. И она у меня в зоне приготовления пищи. То есть я здесь как раз, когда готовлю, мне здесь удобно. Почему я раньше не догадалась? Ну, во-первых, я не сразу поняла, что мне нужно вот этот именно шкаф расселить. Что мне его нужно изменить именно его. То есть я вернула аптечку на место, а крупы уже вот сюда. Если бы я с самого начала догадалась, что отсюда нужно убирать, то у меня мой тетрис бы не срабатывал. Кстати, кто-то мне написал, что тетрисом вы занимаетесь. Зато меня теперь все устраивает. Вот мой тетрис начался из-за того, что я сдвинула одну вещь. И из-за этого мне пришлось полностью хранение переделать. Муж у меня уже возмущается. Говорит, ты столько тратишь, вот уже всякие коробочки себе покупаешь. Но они никогда это не понимают. Я его уговариваю. Ну, вот эти вот еще две я куплю. Вот на эти заменю. Потому что, видите, вот пустота. Она для чего? На пустота. Если можно, здесь вставить. У меня еще вот таких два. Как раз на них встанут два вот таких вот хранения. Ящичка для хранения. Всем пока. Это Аниматаня на канале Позитивные идеи. Ну что, продолжаем генеральную уборку. Ведь весна только начинается. Субтитры сделал DimaTorzok